Дмитрий Кройтер был башканом Гагаузии с 1999 года по 2002 год. Он ушел в отставку с должности башкана по собственному желанию. В программе «Обсуждаем вместе» он рассказал, будет ли снова участвовать в предвыборной гонке на пост главы автономии. Когда писал заявление сейчас на отпуск, я и господину министру иностранных дел, где на работе числятся все послы, я так и указал, что мне очень нравится моя работа, но я хочу быть полезным своему народу. Поэтому те политические процессы, о которых вы говорите, то, что у нас здесь в Гагаузии начнется спустя пару дней буквально, а именно избирательная кампания башкана Гагаузии, я намерен в них участвовать. И я не хочу тоже ходить вокруг да около, и хочу вам прямо сказать, что я намерен баллотироваться в башкан и Гагаузии. Дмитрий Кройтер в настоящее время занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в Турции, Ливане, Египте и Иордании. Он рассказал о том, чего ему удалось добиться на этом посту. Стратегические партнеры – это для того, чтобы всем телезрителям, которые нас смотрят, было понятно, что это такое. Это означает, что мы сотрудничаем с Турецкой Республикой практически по всем направлениям. И сотрудничаем очень хорошо. С 2016 года между нашими государствами работает соглашение о свободной торговле. То есть без заможенных пошлин мы продаем определенную группу товаров в Турцию, Турция продает в Республику Молдова. К чему это привело? Чему это способствовало? Я хочу просто одну цифру только назвать. Я приехал в Турцию в качестве посла в январе 2020 года. Товарооборот между нашими государствами Молдовы и Турции тогда составлял 560 миллионов долларов. Я хочу сообщить, что в 2022 году мы достигли цели, которую президенты наши устанавливали в 2019 году – 1 миллиарда долларов. В 2022 году товарооборот между Республикой Молдова и Турецкой Республикой превысил 1 миллиард долларов. В 2015 году Дмитрий Кройтер участвовал в выборах на пост Башкана Гагаузии. За него проголосовало более 6% избирателей. Ирина Караман, Алексей Герчу, Новости ГРТ.